Брахиотерапия меланом глаза Не буду на все останавливаться История вопроса про брахиотерапия Начинается в 1930 году Но по-настоящему Роди рутиневые аптальмоаппликаторы С которыми мы работаем О которых я сегодня в основном буду говорить Начали свою клиническую жизнь Жизнь с 1966 года И не вспомнить профессора Ломыча Пауля Ломыча из Лепцига Я сегодня не могу Сегодня 1966-2021 год Брахиотерапия Я оцениваю Я не знаю как другие А я отношу ее к золотому стандарту В лечении меланом хрита И только прошу обратить внимание Малых и средних Не более 5 мм промененции И не более 15 мм диаметра Какие вопросы вообще сегодня возникают Что в литературе известно Методика везде одна Используют В Европе раньше Нас начали брахиотерапию Мы в 1973 году Рутеневые роди Рутеневые аппликаторы Используются сейчас В Соединенных Штатах То есть и в азиатских странах Повсеместно На что я бы обратила внимание Это пекальная доза Доза на вершину опухоли Вот обратите внимание Насколько разница дозы Максимальную доводят до 160 Минимальную берут от 60 Грей на вершину опухоли Хорошо это или плохо Я думаю, что это плохо И досадно Когда 99 год работа была До 160 Грей И потом авторы прекратили В этом направлении работать Потому что получили много осложнений А потом работа 2004 года Вдруг опять мы начинаем Со 160 Грей Простите, 60 Грей Но это говорит о том Что мы очень И вот даже в 2017 год Есть такая работа Ищем, ищем Открываем Так сказать, ищем Как это говорят В темной комнате кошку А тут все бело Литературу плохо знаем, друзья Поверхностно Есть вопросы Да, я вернусь к исходному Мне очень приятно Вот тут я просилась Владимиру Сакянову Ирина Евгеньевна Панова Мы в свое время Народфины делали общий доклад Не сговаривались Мы, но у нас идет Вот такая равномерная Есть вариации И, конечно, есть вариации Но в среднем Максимальная доза На верхушку 140 Грей Есть еще один показатель Очень важный Не все авторы его представляют Это склеральная доза Это склеральная доза облучения Чем больше склеральная доза облучения Тем больше осложнений мы получаем Со стороны здоровых тканей глаза Это очень важный момент Ну и вот тут была укрозила работа До 1500 Грей Он давал склера Облучалось у него Но он получил соответствующее осложнение Лучевую склеромоляцию Которую лучше не получать Это по собственному опыту знает Второй момент Показатель Это контроль над опухолью Конечно, при пятилетнем Условиях пятилетнего наблюдения Очень важный момент Разное количество больных Поэтому проценты, конечно Не везде они могут быть так Если их сравнивать Статистически достоверны Хотя аспирант иногда нам Доказывает статистическую достоверность Из вообще невообразимого Но тем не менее Я обратила на показатели Профессора Дамата В Лондоне 97,9 450 больных Серьезный очень показатель Я обратила на Казермана Работу Мало больных Но 71% Контроль над опухолем И это связано с тем Что не было четкого отбора больных Вопросы бракетерапии С использованием Бета Излучателей Они требуют Очень серьезного внимания И такие аппликаторы Конечно, применение таких аппликаторов Ограничено Проминенции опухоли Это очень важный момент И опять-таки То, что вот На наши показатели Я бы обратила внимание Они близки Немножко отличается показатель Ирины Евгеньевны Но это показатель По Челябинскому Онкодиспансеру Там очень много было Тяжелых больных Я думаю, это связано Именно тоже с Больными С опухолями Больших размеров Вот тут все говорят О выявляемости Стоит ли вообще Этим заниматься Или нет В мире вообще Действительно Такая общая цифра Попалась мне Одна работа По данным Воза 6 миллион На 1 миллион Человек Это же не истинная Эпидемиология Это по обращаемости Больному Но я бы хотела Обратить ваше внимание В Москве По данным Городского Автальмо-онкологического Центра Где регистрируются Все больные Заносятся в Канцеррегистр Московский общий 8,5 10 больных На 1 миллион Взрослой Популяции В Европе В целом Это показалось Еще в 7-м году Жил 10 Ну 11 Человек На миллион Населения И мне очень Импонирует Работа Она работа 20-го года Были с авторами В Ирландии Небольшая По своим Размерам Географическим Правильным Страна У них много Есть условия Так сказать Тщательно Это все Проверить 9,5 миллион 9,5 миллиона На 1 миллион Я думаю Что эта цифра Приближается К истинам Всегда Вызывают Улыбки Мне Когда авторы Ссылаются На работы Соединенных Штатов Армии В Америке 5,1 6 человек На 1 миллион Населения Эта работа Если мне не Изменяет память 1996 года Но многие Берут ее За основу И сегодня Ее цитируют Она конечно Не соответствует Действительности Если еще Обратить внимание На тот Объем Наблюдений Количество Больных Которыми Оперируют Американские Авторы Это очень Важный момент Что Помимо Из этих Всех Больных Которые Впервые Выявляют Регистрируют И берут На лечение То или иное В чем Возникают Проблемы Домата В 2002 Году Дали Бергман И Иван Подтвердили Что в Европе В основном Выявляют Опухоли Толщиной Более 5 миллиметров Это В классификации Джерри Шилтса Опухоли Больших Размеров В Москве Выявляют Меланомы Более 5 миллиметров Обратите Внимание 53 57 И 60 Процентов Это поздняя Диагностика Вот это Очень серьезная Проблема Она Мировая Проблема Серьезная И в Европе Правда Америка Об этом Помалкивает Но там Свой вопрос А в Европе У нас Это Проблема Сегодня И ссылаются Многие Когда мы Говорим С врачами Поликлиническими Врачами Начинают Говорить Вот у вас Есть аппаратура У нас Нет В Клинише Моносплата В 18 Году Была Опубликована Очень Хорошая Статья Я из этих Авторов Знаю Толю Корректор Очень Хороший Специалист Обратите Внимание Что авторы Пишут Доступны Четко Определенные Критерии Фундоскопии Которые Которые Могут Привести К высокой Степени Диагностики Достоверности Меланомы Мы Должны Проводить Исследования Научные Понимать Механизм Развития Меланома Мы Должны Понимать Как ее Лечить Первичный Очаг Я не говорю О метастазирующих Процессах А вот Диагностировать Надо Научиться Фундоскопические С методом Автальмоскопии И еще Я хотела Восстановиться Это очень Большая Проблема Потому что Дальше Речь пойдет О больших Меланомах Нет Меланом Доброкачественных Все Они Злокачественные Только Меньший Процент Конечно Дает Смерти В первые Пять лет Маленькие Опухоли При любой Локализации Злокачественная Опухоль Больший Процент Дает Большие Опухоли И вот В 80-х Годах Я очень Хорошо Когда Первоначально Это Бритер Джона Лафтальмоладжи В 78-м А потом Американ Лафтальмоладжи Ака Аркайфс Лафтальмоладжи Стали появляться Статья О том Что Долой Энуклеации Ни в коем Случае Вот Симмерман Заебил Что Большие Опухоли Удалять Не надо Потому что Большие Опухоли Это Приводит Еще Большему Метастазированию И вот Началась С этого Периода Эра Попытки Лечить Локально Большие Меланомы Хоридные Что только С этими Меланомами И несчастными Больными Не делали И брахитерапию Под Большие Опухоли В 1980 Году Были Предложены Йодистые По йоду 125 Гамма Источники Оптальмаппликаторы С гамма Источниками Под эти Большие Опухоли В Америке Клиника Как это Называется Комс Комитет По изучению Меланом Предложил Новую Классификацию Метрическую Видоизменил Классификацию Шилца Которая Великолепно Работает У нас Предложили К малым Опухолям Как они Говорят Смолк Меланома Или начальным В нашем Так сказать Понимании Относить Меланомы Толщиной До 80 Миллиметров Лишь бы Их можно Было Облучать А мы Все Не все А некоторые Повторяем Это полный Абсур Начали Локально Удалять Меланомы Большие Начали доказывать Что можно Делать Брахиотерапию И транспопулярную Делать Лазеркоагуляцию И вот В 2004 Году Появляется Великолепно Опять же В журнале Бридж Офтальмолджи Появилась Великолепная Статья Очень известных Авторов Среди них Синг Кивела И Селегард О Работе Циммермана Что они Пишут Они пишут Дают Дословный Перевод Работа Называется С авторами Об ускорении Распространения Клеток Меланомы Меланомы В момент Энуклеации А заключение У автора Таково Что эта концепция Которая бытовала В литературе А некоторые Как попуга Ее повторяли Пересмотрена И показана Ее неточность Почему? Да потому что В 1978 Году Простите Тезис Циммермана Случал Звучал Таким образом В дословном Переводе Энуклеация Как это делали В прошлом Местная Анестезия На ходу На одной коленке Может иметь Для многих Пациентов Неблагоприятный Плохой Прокноз А неблагоприятный Нехороший Прокноз В отношении Развития Метастатического Заболевания От злокачественной Меланомы Сосудистой Оболочки И телерного Тела И далее Циммерманы Завтра Пишут Маклин И Фостер Блестящие Специалисты Пишут Необходимо Разработать И испытать Новые Методы Энуклеации Предназначенные Для предотвращения Распространения Опухолевых Клеток Чтобы позволить Оптальбологу Безопасно Удалять Опухолесодержащий Глаз И так Операция Энуклеация Глаза Имеет Право Быть Только С глазом Я еще В 80-х Годах Писала Следует Обращаться Очень Осторожно Так Кочерок Обращается С хрусталиком Когда идет На экстракцию Катаракты Это тот Период Когда было Еще Интракапсулярной Экстракапсулярной Экстракцией Катаракт И операцию Делать Под местной Анестезией Противопоказан Потому что Ретробульбарное Ведение Анестетика Приводит К жесточайшему Повышению Внутриглазного Давления И выдавливает Опухолевые клетки Вартикозные Вены Вот Вам И мода На Отсутствие Вернее На Определение Противопоказаний К инуклеации Но у нас Прошла Очень интересная Работа Кандидатская Авторы Определяли Сроки Инуклеации По разным Причинам Это чаще всего Осложнение Которое Возникает В процессе Лучевой терапии В поздние Периоды И вот Посмотрите Обратите Внимание Как Меняется Уменьшаются Сроки Инуклеации По мере Увеличения Размеров Опухоли Если При начальных Но нет 100% Методов Лечения Конечно И при начальных Меланомах Приходится Иногда Удалять Глаза Но все Таки Сроки Инуклеации Заходят За 75 76 Месяцев После Проведенного Лечения При Средних Меланомах Они Где-то Больше 55 57 Месяцев И что Творится С малыми Меланомами Это Обычно Первые 25 30 Месяцев И вот Когда мы Большие Взяв Большие Меланомы Распределили Их По толщине Буквально Тут счет Идет На микроны Оказалось Что действительно Обратите Внимание По мере Увеличения Толщины Опухоли Наблюдается Четкая Тенденция Уменьшения Сроков Инуклеации Это Это Проводить Брахи Терапию Больших Опухолей Бессмысленно Дальше А дальше Пир Кто занимается Автальмо-онкологией Профессора Пира Знает Очень хорошо Он живет Работает В Израиле Блестящий Специалист И вот Они В своей Публикации Показали В инуклеированных После брахи Терапии Больших Меланом Выявлена Высокая Клеточная Активность Опухолей Мы взяли 27 инуклеированных Глаз По поводу Именно Большой Неудачно Облученной Опухоли И оказалось Что в 23 Глазах Выявлены Жизнеспособные Опухолевые Клетки Обратите Внимание Ведь в общем Средний срок Здесь у больных Где-то 39 месяцев 39 месяцев Больной Как бы Вот это слово Терпеть не могу То ли да То ли нет Как бы Лечился И носит Себе Жизнеспособные Опухолевые Клетки Дальше Появляется Работа 2008 10 14 Они идут Подряд Они сейчас На слуху После брахи Терапии Больших Меланом Коридей Рост Опухоли В окружающей Ткани Или Экстрасклеральные Выход ее Подтверждены Кистологические 60% случаи Я сегодня Вспоминала Веру Михайловну Шепкалову Которая Показала Прорастание Не разрушение Прорастание Сетчатки Меланомы И формирование Дистантных Метастазов Отдельных Локусов По поверхности Сетчатки Мы провели Эту работу По нашим Патоморфологом Светланой Юрьевной Нечеснюк Это тоже Было доказано И имеем Собственное В этом наблюдение Подтверждаем Мнение Веры Михайловны Шепкаловой Теперь Определяет Ведь не только Регрессия Уменьшение Узла И исчезновение Его уменьшения Определяет Для злоколистного Опухоли Пятилетняя Выживаемость А цифра Разница Великолепный Специалист Доктор Фурдова Она работает Если мне не изменяет Память В Нью-Йорке С профессором Фингером Они показывают 72% Пятилетней Выживаемость Светлана Владимировна Своей сотрудницей Шилиной Показала 92% Переживает Больных 5 лет И 62 68% 10 лет А вот Когда мы взяли Разделение Больных На начальные И большие Средние Оставили в стороне То оказалось Что при маленьких Опухолях Переживает 5 лет 93% Больных А большие Опухоли 46% Значит Большие Опухоли Действительно Величина Большая Величина Опухоли Правильно сказать Толщина Опухоли Чаще всего Это Это Фактор Серьезного Риска Гематогенного Метастазирования Ну и В заключении Была проведена Очень большая Работа Тремя Собственно Опубликована В трех Журналах Работа Была Проведена Американским Обществом Брахи Терапевтов Куда Входили Они Ассоциированы С ними Были Брахи Терапевты По вяльной Меланомии Ритина Барбастоми В Штатах Дальше Проведена Работа Была Включены В эту Работу Были Представители Комитета Офтальмоонкологии Американской И что Получило Авторы Проанализировали Результаты Брахи Терапевты 3250 Больных Что Было Показано В случае Неудачного Первичного Лечения Меланомы Рейды Местный Рецидив Опухоли Всегда Связан С более Высоким Риском Системного Метастазирования Это Очень Недолечная Опухоль Страшные Вещи Очень Серьезного Осложнения Ну и В качестве Резюме Я бы сказала Ответила на вопрос Что за Что против Брахи Терапия Имеет Право быть Но за Меланомы Рейды Толщиной От Пяти Милли До Пяти Миллиметров Включительно И диаметром До Пятнадцати Миллиметров Включительно Диаметр Определяется Очень Просто Наличием Повторим Аппликатора У нас Самый Большой Аппликатор Работающая Часть Активная 19 Миллиметров В Америке Есть Аппликаторы Побольше Но Друзья Мои Чем Больше Мы Облучаем Зону Сетчатки Тем Хуже Результативность Опухоль Может Исчезнуть Но Нарушается Гемодинамика В Хариде Появляется Дистрофия Сетчатки А Заканчивается Песима Суботерапия Глаза Против Брахи Терапии Меланомы Хариде Имеющие Толщину Больше Пяти Миллиметров И диаметр Создавшихся В России Условиях Размеров Афтальмоапликаторов 15 миллиметров Ну вот здесь Написано Это только Для рутеневых Афтальмоапликаторов Сегодня В России Нам Живется Лучше Мы сейчас Уже Имеем Практически Стронцевые Аппликаторы Для облучения Внутриглазных Опухолей Небольших Размеров Я думаю Они будут Работать До 4 миллиметров Имеем мы Имеет Институт Гельбольца И получит Вероятно Скоро Ирина Евгеньевна Я на этом Закончила Мы благодарим Вас за внимание Готова Ответить на вопросы